Так получилось, что я четыре раза был транзитом в Стамбульском Международном аэропорту имени Ататюрка, но ни разу не посещал сам город. Наконец, в феврале 2018 года я решил устроить жене сюрприз – отпраздновать ее день рождения в бывшем Константинополе, или, как называли наши предки этот древний город, Царьграде. Прибыв в Стамбул, устроившись в отеле в районе Аксарай напротив мечети Мурат Паши, построенной в 1471 году, на следующий день мы отправились на обследование наиболее знаменитых достопримечательностей турецкого мегаполиса, в котором проживают более 15 миллионов человек. Первым делом мы осмотрели Чимберлитаж – колонну Константина Великого, построенную около 330 года. Изначально она имела высоту 35 метров и служила постаментом для статуи римского императора, но во время урагана 1106 года статуя была разрушена. После этого мы прошлись пешком до площади Султан Ахмед, где решили посетить так называемую Голубую мечеть. Перед комплексом зданий, относящихся к Голубой мечети, или как ее еще называют, мечети Султан Ахмед, находится ряд интересных исторических объектов. Сразу бросается в глаза немецкий фонтан. Он является подарком германского кайзера Вергельма II, который посетил Стамбул в 1898 году. Фонтан сделали в Германии и в разобранном виде привезли и установили на площади в 1900 году. На площади перед мечетью раскинулась череда древних колонн. Обелиск Феодосия, Змеиная колонна и обелиск Константина. Обелиск Феодосия до установки Константинополя стоял в южной части великого храма Атума Ра-Амона в Фивах в Египте, где был установлен в 1460 году до н.э. Он посвящался юбилею в честь 30-летия правления фараона Тутмоса III. Посвятительная надпись упоминает его победоносный поход в Месопотамию. По приказу императора Феодосия Великого, обелиск был доставлен в Константинополь и установлен тут в 390 году. За египетским обелиском сразу же видна змеиная колонна. Она является сохранившейся частью жертвенного треножника, созданного из оружия погибших в битве при Плотеях в 479 году до н.э. персов во время Греко-Персидской войны. Изначально она находилась в Дельфах и восьмиметровую колонну украшали три головы змеи. В 324 году колонна была перевезена в Константинополь. Еще чуть дальше находится обелиск Константина. Известно, что он стоял на этом месте еще в X веке, когда его реставрировали по приказу императора Константина Багринародного. В то время он был обшит позолоченными бронзовыми плитами с изображениями военных побед Василия Македонянина и увенчан шаром. При разграблении Константинополя крестоносцами в 1204 году все это убранство было утрачено. Голубая мечеть оказалась закрытой до 14.30, но на это время у нас были запланированы другие мероприятия. Пришлось ограничиться только внешним осмотром этого огромного мусульманского сооружения. Это первая по значению и одна из самых красивых мечетей Стамбула. Она насчитывает шесть минаретов и считается одним из величайших шедевров исламской мировой архитектуры. Строительство мечети было завершено в 1616 году. После постройки шести минаретов вместо запланированных четырех, Голубая мечеть сравнялась по их количеству с величайшей святыней исламского мира, мечетью Маджид Аль-Харам в Мекке. Это было признано святотатством. И тогда было принято решение пристроить к мечети в Мекке еще один минарет, чтобы она вновь превзошла все существующие сооружения. Оттуда мы перешли через уютный озелененный парк, к знаменитому Софийскому собору, который ныне называется просто Айя София. Это бывший патриарший православный собор, всемирно известный памятник византийского зодчества, символ золотого века Византии. После захвата города османами Софийский собор был превращен в мечеть, а в 1935 году он приобрел статус музея. В 1985 году собор был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Его высота составляет более 55 метров. Купол считается одним из совершеннейших не только в Стамбуле, но и числится в первой пятерке самых высоких куполов мира. Первое здание собора было построено в 337 году при византийском императоре Константине I. Пожар, вспыхнувший в 404 году, разрушил эту церковь. И на этом же месте к 416 году при императоре Феодосии было построено новое главное культовое сооружение Византии. Эта базилика сгорела в 532 году во время восстания Ника. Спустя 40 дней после пожара император Юстиниан I повелел на его месте построить новую церковь под тем же именем, которая должна была по его замыслу служить выражением величия империи. По преданию, модель храма императору подсказал явшийся к нему ангел. Для возведения храма были привезены остатки многих монументальных сооружений древности – Греции и Рима. Из Аврелианского храма Солнца в Риме были, например, доставлены 8 парфировых колонн. Из храма Артемида в Эфесе, того самого, который был некогда подожжен Геростратом, 8 колонн из зеленого мрамора и так далее. Затраты на строительство составили, как утверждают древние авторы, около 130 тонн золота. По одной легенде, Юстиниан хотел покрыть золотом стены храма от пола до сводов, но астрологи предрекли, что в конце веков придут очень бедные цари, которые с целью захватить все богатства храма, строят его до основания. И император ограничил роскошь постройки. Строительство собора поглотило три годовых дохода Византийской империи. Собор был освящен в 537 году. Согласно преданию, посланцы русского князя Владимира знакомились с христианской верой именно в этом соборе. Когда русские послы увидели это великолепие, они воскликнули. Мы не помним себя, где стоим – на небе или на земле. Третий нынешний собор на протяжении более девяти веков был Кафедральным собором Константинополя, главной церквью Византийской империи и всего православного мира. Последняя литургия в Святой Софии началась вечером 28 мая 1453 года и продолжалась всю ночь. 30 мая султан Мехмед II, завоевавший Константинополь, вступил в собор Святой Софии. Вскоре к храму пристроили четыре минарета, и он превратил свою мечеть Айя София на долгие 482 года. Внутри храма бросается в глаза отметка, которую называют центром мироздания или пупом мира. На этом месте короновали императоров Византии. В настоящее время на стенах храма можно видеть изображения Иисуса Христа и Богоматери и цитаты из Корана на четырех больших щитах овальной формы. Мозаики Святой Софии представляют собой пример византийского монументального искусства периода Македонской династии. Субтитры создавал DimaTorzok Побродив по Айе Софии и на какой-то миг погрудившись в прошлое столетия, мы продолжили наше путешествие по Стамбулу. Следующим объектом стал дворцовый комплекс Тапкапы, или как он называется по-турецки Тапкапы Сараи. Слово Тапкапы в переводе с турецкого означает «пушечные ворота». Название дворцового комплекса произошло от того, что при въезде и выезде султана из дворца раздавался почетный пушечный залп. Дворцовый комплекс расположен на мысе, на стыке пролива Босфор и залива Золотой Рог. Площадь дворца составляет более 700 тысяч квадратных метров. Дворец Тапкапы был возведен в 1478 году по приказу османского султана Мехмеда Завоевателя на разваленных дворца византийских императоров. На протяжении около 400 лет этот дворцовый комплекс оставался главной резиденцией султана в Османской империи. В нем жили и правили 25 султанов. В 1856 году было завершено строительство дворца Долмабахче, в связи с чем правящая верхушка покинула Тапкапы и султан Абдулмеджид I переехал в новую резиденцию. Дворец по большому счету не представляет собой ничего сверх особенного. Это значительно расширенный и несколько более богатый вариант ханского дворца в Бахчисарае в Крыму. По сравнению с персидскими дворцами и даже павильонами, которых мы видели очень много, на уток и приходит фраза «Сарай, он и есть сарай». Хотя некоторые объекты на территории комплекса вполне симпатичные, например музей, коллекция которого считается одной из богатейших в мире. Туда нужно покупать отдельный билет и снимать внутри, разумеется, запрещено. Внутри дворцового комплекса находятся не только различные дворцы, но и многочисленные павильоны, гореям, служебные и хозяйственные жилые помещения, кухня, хлебопекарни и так далее. Самым знаменитым архитектурным элементом дворцового комплекса является 41-метровая башня над зданием заседаний правительства, дивана, башня «Адолет». Во время заседания дивана наблюдение с башней обеспечивало контроль за прилегающей территорией и исключало возможность шпионажа. От багдадского павильона и павильона Сафы открывается великолепная панорама азиатской части Стамбула, залива Золотой Рог и пролива Босфор. Это место вполне характеризует строки турецкого писателя Ахмета Расима, лишь тот пейзаж красив, что навевает грусть. Оттуда также видны древние стены Константинополя, построенные в начале V века при императоре Феодосии II. Их общая длина составляла около 6 километров, но сейчас остались лишь некоторые участки, да и те постоянно разрушаются. Побродив по Султанскому дворцу, мы сели на удобный трамвай и доехали до пристани Эменанюр, находящейся на южном берегу залива Золотой Рог, возле знаменитого Галатского моста и напротив новой мечети. За время прогулки по району Султан Ахмед у нас разыгрался аппетит, поэтому мы перекусили горячими рыбными бутербродами Балык Экмек в одном из ресторанчиков под мостом. Где-то здесь, в районе нынешнего Галатского моста, в древние времена была натянута цепь, перекрывающая доступ кораблей в залив Золотой Рог. Но она не помешала русским войскам под командованием князя Олега в 907 году перетащить свои корабли по суше в залив и напасть на город с неукрепленной стороны. Согласно преданию, князь Олег прибил свой щит на врата Цареграда. Впрочем, не исключено, что данное нападение могло случиться еще в 860 году. Вскоре мы уже неслись на прогулочном кораблике по проливу Босфор, любую из достопримечательностей, находящимися по его берегам. Этот день, несмотря на первую половину февраля, оказался достаточно солнечным, и ветер не приносил сильного неудобства. Неподалеку к северу на холме возвышалась известная 61-метровая Галатская башня. Ее построили генуэзцы в 1349 году. Считается, что в 1632 году с нее совершил полет на самодельных крыльях ученый Хезарфен Ахмед Чалиби. Он удачно перелетел Босфор до Азиатского берега. Султан сначала наградил его, потом к награде добавил в путевку в один конец до Алжира. Покинув залив Золотой Рог, мы вскоре увидели дворец Далмабахче. Он был построен в стиле барокко в 1853 году для султана Абдул-Меджида I, который решил съехать подальше от дворца Тапкапы и от своего гарема, от пары десятков жены-наложниц, а заодно и от своих надоевших тещ. Внутри этого дворца, напоминающего с воды некоторые венецианские строения, находится коллекция картин Айвазовского. Наблюдая за проплывающими по проливу кораблями, вспомнились строки и стихотворения Петра Вяземского «Босфор», написанного им в 1849 году. От прилива судов до всемирных концов Площадь моря кипит многолюдным базаром, Здесь и север, и юг, запад здесь и восток, Все приносят оброк разнородным товарам. Вот снуют здесь и там, против волн по волнам, Челнаки, кайки вереницей проворной, Лиц одежь пестрота, всех отродей цвета, Кош людских образцы, белый смуглый и черный. Босфор соединяет Черное море с Мраморным И разъединяет европейскую и азиатскую части Стамбула. Его длина составляет 30 километров, А ширина колеблется от 700 до 3700 метров. Несмотря на то, что по проливу проходит сотня кораблей в день И на его берегах ведется бурная хозяйственная деятельность, Вода в нем достаточно чистая и прозрачная. Вскоре мы проплыли под висячим величным Босфорским мостом. Который недавно переименовали в мост мучеников 15 июля, В честь погибших патриотов Турции, Предотвративших проамериканский военный переворот в 2016 году. Мост построили в 1973 году. Его длина 1560 метров. А самый первый мост через Босфорский пролив Был изведен еще во времена скифского похода персидского царя Дария Великого В 512 году до нашей эры. Корабль сделал разворот, Немного не доплыв до грандиозного висячего моста Султана Мехмеда Завоевателя. Этот мост раскинулся над проливом на 1510 метров. Его открыли 29 мая 1988 года, К 535-летию завоевания Константинополя османами. Рядом с мостом на европейском берегу Находится румельская крепость Румерихий Сар. Ее построили по приказу Султана Мехмеда Фатиха в 1452 году, Чтобы с ее помощью отрезать Константинополь от Черного моря И начать подготовку к штурму города. Ее соорудили в рекордные сроки, Всего за 4 месяца и 16 дней. На обратном пути, возле входа в залив Золотой Рог, Или как его называют турки Халич, Мы полюбовались девичьей башней. О ее происхождении существует множество легенд. Согласно одной из них, какой-то древний ясновидец Предсказал турецкому султану, Что его горячо любимая дочь умрет, Когда ей исполнится 18 лет. Султан решил спасти любимую дочь оригинальным способом, Заперев ее в этой башне. Когда дочери стукнуло 18, Султан подарил ей горшок с фруктами. Но в горшке оказалась змея, ужарившая принцессу. Но думается мне, что умерла девица не от змеиного яда, А от голода, Раз горшок с фруктами для нее был таким значимым, Сесным подарком. По другой легенде, это сооружение получило первоначальное название Леандрова башня, В честь героя древнегреческого мифа Леандра, Который полюбил жрицу Афродиты Геро. Чтобы встречаться с ней, юноша каждую ночь переплывал в Босфор. Однажды в ночи он потерял ориентир и утонул. Узнав о его смерти, верная Геро сбросилась с башни в воду и погибла. Прогулка по Босфору продолжалась полтора часа. Она стала еще одной памятной страницей в истории наших путешествий по миру. После этого мы уже не могли отнести на свой счет строки Сергея Есенина. Никогда я не был на Босфоре, ты меня не спрашивай о нем. Вечером мы еще раз приехали к Галатскому мосту, под которым отметили день рождения моей жены. В смысле в уютном ресторане, находящемся под мостом. Из окна ресторана открывался красивый вид на покрывающейся пеленой ночи город, постепенно оживающий бесконечными сияющими глазницами фонарей и гирляндами разноцветных огней. Напротив, над городом возвышалась самая большая мечеть Стамбула – Суреймания Джамии. Ее построили в 1557 году. Именно на ее территории покоится прах султана Суреймана Великолепного и его любимой жены Хюрем Хасаки Султан – Роксоланы, известных нашим телезрителям по турецкому сериалу «Великолепный век». После ресторана мы еще немного побродили по ночной округе и поднялись на Галатский мост, усеянный, похоже, никогда не спящими рыбаками, прежде чем отправиться отдыхать в отель. На следующий день нас ждали новые стамбульские достопримечательности. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok